МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнер программы. Жилой комплекс. Дом на набережной. 34-99-99. Здравствуйте. Время экономических новостей на Альфа-канале в студии Наталья Погодаева. И сегодня мы расскажем. Хлеб, макароны и сыр оказались в списке подорожавших продуктов питания на этой неделе. Амурские тарифы на электроэнергию упадут на 5%. Когда ждать снижения? На 10,5 рублей подорожал сычужный сыр твердых и мягких сортов. И это за неделю, сообщает Амурстат. В магазинах Благовещенска также выросла цена на вермишель и макароны примерно на 45 копеек. В списке подорожавших продуктов питания гречка стоимость крупы подросла на 30 копеек и в среднем на столько же подскочила цена на ржаной хлеб. А подешевел в магазинах рис на 2 рубля. В Преамурье снизятся тарифы на электроэнергию на 5%. Президент Владимир Путин провел совещание по ситуации с тарифами на Дальнем Востоке. Снизятся тарифы должны в течение 2-3 лет до 3 рублей 19 копеек за 1 кВт-час. Показатели должны сравнять со среднероссийским уровнем. В ближайшие годы в различных регионах Дальневосточного округа тарифы снизят от 5% в Амурской области и до 65% на Чукотке. Снижать тарифы будут не за счет бюджета. Среди источников надбавки для потребителей оптового рынка, оптимизация инвестиционных программ энергетиков, оптимизация цен на закупку топлива для производителей электроэнергии и другие. Забирать деньги не торопятся 250 амурчанок. По 20 тысяч рублей наличными и средств мат-капитала выдают на неотложные нужды. Получить 20 тысяч можно один раз. На выплату могут рассчитывать семьи, в которые вторые или последующие дети были рождены или усыновлены до 31 декабря 2015 года. И эти семьи не обращались за средствами в прошлом году. Деньги уже получили 20 тысяч амурчан. Им перечислили более 400 миллионов рублей. У Благовещенского судостроительного завода появился крупный заказ. Нужно изготовить почти 500 тонн конструкции для газопровода «Сила Сибири». Как рассказали на заводе, до конца апреля специалисты должны изготовить переходы через речки для газовой трубы, дренажные колодцы, магистральные опоры насосных станций и другие конструкции. Судостроительный завод прошел квалификационный отбор и занесен в реестр как организация поставщик металлоконструкций для компании «Строй Трансгаз». Это один из основных подрядчиков «Газпрома». В частности, наш завод рассматривается как поставщик «Барш» для транспортировки грузов по реке Зея при строительстве «Силы Сибири». В конце прошлого года амурские власти заявили о включении завода в программу по импортозамещению. И на сегодня это все. Далее об интересных событиях расскажут коллеги из Альфа-новостей. До встречи на Альфа-канале. Партнер программы – жилой комплекс «Дом на набережной» 34 99 99. Дом на набережной программы – жилой комплекс «Дом на набережной» 34 99.